Наконец пришла ко мне с Алиэкспресс эпоксидная смола, которую я ждал два месяца почти в этот раз. Эпоксидная смола это две жидкости, которые если смешать в определенной пропорции, получившаяся смесь начинает твердеть и через сутки-двое может и раньше превращается в твердое прозрачное тело, похожее очень на органическое стекло. То есть можно смешать эти два компонента, залить в форму, например, и получить фигурку прозрачную. Или вообще безграничное множество способов, как использовать эпоксидную смолу в творчестве, в изготовлении бижутерии, всяких разных сувениров, декора мебели и так далее. Эта эпоксидная смола ювелирная, то есть она как изначально, так и после застывания, дает абсолютно бесцветное прозрачное стеклышко. Бывают и эпоксидные смолы других назначений, они слегка, некоторые из них желтоватые, не совсем прозрачные. Да, кстати, эпоксидная смола очень хорошо клеит, металл, дерево и, скорее всего, многие другие материалы. Так что ее можно использовать еще как клей. Смола эпоксидная с Алиэкспресс у меня закончилась, я ее израсходовал. Так получилось, что не смог это заснять. Но я покажу, как работать с эпоксидкой на примере вот этой смолы, купленной в моем городе. Итак, я замешиваю. Ее нужно замешивать в пропорции 10 к 6, 10 частей смолы и 6 частей отвердителя. Буду смешивать в силиконовом мерном стаканчике. Налью 10 грамм смолы и 6 грамм отвердителя. Очень густая. Получилось, что перелил. 18 грамм. Так, 6 разделить на 10 и умножить на 18. Получается 11 грамм отвердителя. Мне нужно. То есть до отметки почти 30. Теперь надо терпеливо перемешать. Говорят, мешать нужно минут 5. Желательно не нагнать туда пузырьков. Но они по-любому там появляются сами. А еще говорят, что после замешивания нужно перелить в другую посуду, так как в изначальной по-любому останутся участки, где смола не смешалась хорошо с отвердителем. Ну так я и поступлю. Перелью в этот пластиковый стаканчик обрезанный. Перелил теперь еще помешаю. Вижу, пузырьки все-таки есть. Теперь Что я с ней все-таки делать то буду. Вот эта коробка из-под творога пластиковая. Я ее поставил вверх дном. И вот это дно оказывается как бассейн. Получается имеет бортики, имеет дно плоское, ровное. Сейчас я сюда залью эпоксидку и сделаю магнитик на холодильник. Вот это у меня магнитики. Четыре неодимовых магнита маленьких. Итак, я залью слой эпоксидки тонкий, чтобы магнитики покрыть. Он подсохнет, потом я положу сухоцвет. Подожду пока засохнет полностью. А потом долью еще один слой. И в него помещу речные камешки. Вот, кратко я описал, как это будет выглядеть. Будет видно по ходу дела. И вот так вот. И вот так вот. Я смотрю, что с густыми жидкостями очень легко переборщить. Вроде бы льешь немного, а на самом деле это больше чем кажется. Перемешивать смолу можно деревянной палочкой, я вот в этот раз пластмассовой, это делаю, это палка из ПВХ. Я ее вырезал из ПВХ профиля. Слой наконец покрыл всю поверхность, всю поверхность дна бассейна, скажем так. Теперь я эти магнитики подправлю, чтобы они красиво располагались. Так, ну и у меня осталась еще куча смолы неиспользованной. Эпоксидка затвердела почти, зубочистка оставляет следы. Думаю, можно сейчас камни выкладывать. Я хочу их выложить по периметру, сделать рамку из камней. Это речные камни, я их сам собирал. Думаю, одноцветными сделаю, чтобы цветок выделялся. Тут она совсем затвердела, камни даже не прилипают. Вот я замешал эпоксидку снова. В ней, к сожалению, очень много мелких пузырей. Может это, к сожалению, а может это и красиво будет. Камешки вот я выложил, заливаю все это дело. Смотрю, в этот раз маловато смолы получилось. Ну, хоть не пропадает. Захочу, залью еще один слой. Камешки, само собой, подправить теперь надо. Сюда явно одного камешка не хватает. Итак, смола почти затвердела, осталась мягковатая. Но камешки точно не сойдут с места, если я залью следующий слой. Я решил добавить еще 4 штуки цветка. Мне показалась пустоватая картина. И вот я по углам добавил маленькие сухоцветики. Теперь вновь замешанную смолу я лью третьим слоем. И когда я выложил ноги бал Продолжение следует... Камешки не все смочились. Кстати, запаха от смолы практически никакого. Ну, совсем принюхиваться надо, чтобы его почувствовать. Ну и всё, теперь на ночь я это оставлю, оно засохнет хорошенько. А потом буду отделять. Такое чувство у меня, что тяжёленький этот магнитик получится. А это будет магнит на холодильник. Возможно, что четыре этих неодимовых магнита маленьких будет недостаточно. Это неприятно. Если бы я добавил штук шесть или восемь, было бы достаточно. Ну, а так по-любому красивое что-нибудь получится. По-любому не пропадёт. Итак, прошла ночь. Эпоксидка хорошо застыла. Теперь буду отделять от основания. Вот и всё. Вот и всё. На обратной стороне, естественно, остались все неровности обратной стороны. Вот эти надписи выпуклые. Магнитики находятся под слоем эпоксидки. То есть, тут всё абсолютно гладкое. Хорошие новости. Она держится на этих магнитиках. Не прям намертво, конечно, но более-менее держится. Это вот, так скажем, побочные продукты. Излишков эпоксидной смолы замешаны. Тут сухоцветы. Ну, это из пластиковых стаканчиков. Из-под них. Можно из этого магнитики сделать. Можно так ставить на стол для красоты. Тут можно ещё слой долить. Будет эффект выпуклой линзы. Где-то. Продолжение следует...